Рад вас приветствовать на канале Люрсмэнни! Сегодня в выпуске обзор очень необычного воблера, который я купил на рыбацкой барахолке совсем недавно. Постоянные участники моей группы вконтакте, ссылка на которую находится в описании, прекрасно знают, что я люблю воблеры ручной работы. И сегодня я расскажу об одном из них. Вот он! Он находится в этой деревянной коробке с некими иероглифами, которые я прочитать не могу, и надписью Zipang Serious Original Wooden Bait. Понятно, что это оригинальная деревянная приманка некой Zipang серии. Не знаю, что такое Zipang серия, да? Zipang слово я понятия не имею. Что это такое? Может быть вы знаете? Тогда напишите об этом в комментарии. Но я знаю, что значит слово Zip. Zip это значит промелькнуть. То есть возможно некая мелькающая серия. Также на коробке есть вот такая наклейка со штрих-кодом и названием компании. Не знаю, как правильно прочитать это название. Dozen Dozen Brothers в сети. Об этом я не нашел ничего. Опять же, если вы что-то знаете, не забудьте поделиться информацией в комментариях. Штрих-код начинается с четырех. Поэтому вероятно воблер сделан в Японии. Ну что же, давайте посмотрим на него поближе. Вот он! Вот этот необычный воблер очень необычной формы. Ну, судя по его форме и исполнению, сто процентов он из Японии. Потому что японские мастера, они делают какие-то безумные вещи. И этот воблер тоже нестандартен. Как они это придумают и что они для этого употребляют, я, к сожалению, не знаю. А может быть и к счастью. Итак, давайте рассмотрим его поближе. По форме он напоминает некого изогнутого сомика, если посмотреть вот с этого ракурса. А вот с этого ракурса некий червячок. А можно вот такой ракурс сделать? Ладно. Небольшая шутка. Воблер длиной 70 миллиметров и весом 6 граммов. Он медленно тонет. Фурнитура. Фурнитура очень качественно, качественно прикручена. И, скорее всего, из морской серии. Поэтому я могу сделать вывод, что воблер проектировался для ловли в морской воде. Что еще? Вот у него сделаны такие необычные усики. Как у некого сомика, действительно. Выпученные глаза. И лопата круглой формы. Так как этот воблер попал ко мне в руки зимой, я не смог испытать его на водоеме и понять, как же он играет. Но я не удержался, окунул его в ванной и снял даже небольшое видео его игры. Других вариантов показать и сделать какие-то первоначальные выводы о нем было бы сложно. Он практически не играет на равномерной проводке. Если вести медленно, он немножечко покачивает боками. Если скорость проводки увеличить, то он начинает заваливаться и сбиваться с игры. Но! Настоящие чудеса он начинает творить при рывках. Можно его проводить непрерывной серии коротких рывочков. И тогда он играет очень интересно. И я думаю, что именно такая проводка может сработать по активному хищнику. А если делать рывочки порезче, то он разворачивается практически на 90 градусов и активно покачивает боками. Это очень вкусно выглядит. И поэтому я уверен, что наши хищники оценят такую игру по достоинству. На паузе он тоже продолжает свои колебания. И это действительно очень интересно выглядит. Особенно интересно выглядит сверху. То есть он делает что-то невероятное. А что вы думаете об этом воблере? Если вам интересна тема необычных, нестандартных хендмейт воблеров редких, то напишите об этом в комментарии. Я продолжу вас знакомить с подобными приманками из моей коробки. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам видео понравилось, обязательно поставьте лайк. Если вы не подписались до сих пор на канал Люжсмене, обязательно сделайте это прямо сейчас. И конечно же нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok